ребят мне так нравится эта площадь невероятная атмосфера здесь всегда много людей все ждут этот трамвай классно так а я направляюсь в деревню вальдемоссе на автобусе ребят не знаю говорили о том что расписание автобуса опаздывает все счет она ребят обязательно нужно на выходе прикладывать карту потому что сумма проезда сумма проезда с карты списана вечером общественный транспорт не из дешевых две остановки евро 80 обязательно на выходе прикладывайте карту и ждите палец вверх потому что один раз я не дождалась этого пальца у меня вместо 5 11 списалась так что да а вот я нашла себе уже подпишись на ютубе и инстаграма Смотрите, что мне написали про водителя Винсхельной до самогутс оперующей автомобиля со стопроцентом. Вообще-то такая узкая дорога и просто капец кодек. Так красота. Так красота. Как это? Тетер Модли? Тетер Модли? Ираголанты. 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 Ираголанты собрали. Пусть приоритеты, ребята. Я не суть. Это такое коррупционное время Смотрите, какая тут живописная дорога И это шикарно Оказывается, это Мария Евгеньевна У нее тоже есть YouTube-канал И мы тут вообще... Нам дня мало поговорить Ребята, чтобы вы понимали У Марии Евгеньевны два сына Одному 96, другому 39 А Марии Евгеньевне 67 Она выглядит просто великолепно Супер Сейчас буду узнавать рецепт молодости Все хорошо, конечно, крышки подукачала Короче, Мария Евгеньевна На вопрос, как вы так хорошо сохранились Что она мне ответила Я вам вставлю этот перевод Короче, там и глаза, и щеки В общем, лицо, подбородок, грудь Все дела Все пластика Ну, она, конечно, отлично выглядит Веселая дорога получилась Тут похоже, как на шок Такой вот халат 59 евро Платишки такие вот Индия 59,70 Такой цвет красивый, 123 евро Вот такая Прикольненькая Встреча какая оливь А, с плодами Оливочка Встреча Такой прям курни Встреча 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 Очередь Вот видите Саймаду ее режут Ну, это хорошо В Пальме По-любому, конечно, есть Но я не нашла Продаются целиковые Вальдемоса Вальдемоса Старинный город Майорки Население около 2000 человек Находится всего В 17 километрах От столицы Балиарских островов Пальмы Де Майорки От Сальер 23 километра Дорога Очень живописная И сложная Серпантин За серпантином Так что будьте Аккуратно Вот тут Интересного Магнитики Тоже Это дизнет Майорки 1390 Какой Тапочек Маленький Из натуральных Материалов Я уже еще Только что Померяла Это Майорика Обувь Натуралос Они Есть Подделка Ребят Специальный Магазин Они Причем И мужские И женские И мужчины Берут и женские Такие легенькие Очень много Таких Сувениров Типа Указатель Майорика Деревянные Такие Если Вы спросите У жителей Острова Что надо Обязательно Посетить На Майорке Вам непременно Ответят Посетите Вальдемосен Алоэ 100% Натуралос 9,90 Помадка 2,50 Не пахнет Ничем Вальдемосен Вальдемосен Также считается Самым красивым городком Не только на острове Но и во всей Испании И это соответствует действительности Огромным плюсом служит и то, что городок Вальдемосе находится в горах Сьерра-де-Трамунтана, внесенных ЮНЕСКО в список всемирного наследия Вальдемоса Вальдемоса живописная испанская деревня расположена среди гор на Средиземноморском острове Майорке История деревни восходит к XIV веку, когда король Майорки Санчо I решил построить дворец в горах Он страдал астмой и горный воздух облегчил симптомы его болезни Историческая архитектура деревни, сады, расположенные на склонах окружающих холмов, делают деревню уникальным туристическим направлением Очаровательная атмосфера деревни каждый год привлекает тысячи посетителей Это сады, сады Рейхаун Карлос Ухожие на все, прохладненько Такие сады В общем, пойдемте дальше Я не знаю, какой-то сорт деревьев Они необычные такие Они где-то обсуждают Что здесь такого? Что-то все трогают, нюхают Нюхают Тут памятник Вальдемоса Фонтанчик Да, площадь Можно тут приехать так, на пару часов пройтись по этой деревушке уютно прогуляться здесь приятно местные жители постарались какие локации придумали красиво интересного 5 евро стоит вход вы сможете увидеть келью в которой жил шопен и где находится пианино на котором играл во время своего пребывания картезианском монастыре польский композитор фредерик шопен и французская писательница джордж сан проживали в помещении королевского чартерного дома вальдемуса с 15 декабря 1838 года по 11 февраля 1839 год почти два месяца за это время здесь накопилась вторая по величине коллекция в мире документов и предметов связанных знаменитыми жильцами 2011 году разразился судебный скандал на тему в каких комнатах на самом деле жил шопен попутно было выяснено что предъявлено здесь пианино никак не могло принадлежать шопену это пианино так и не почувствовала как пальцы польского композитора скользят по его клавишам но как бы там ни было играл на пианино не играл а место действительно интересное особенно красивый небольшой сад жил и творил сам шопен ребята и тут такой выход в сад ребят смотрите фонтанчики цветочки кушевинки как красиво не знаю можно здесь присесть небольшая келья конечно стоит ее посетить ребята это же история ребят смотрите как атмосферно здесь вино столики книжечки разные странно так тут же скрепки бумага тут же магазин овощной ну не только овощной яйца смотрите в каких корзинах продают музыка забанит тут еще монастырь есть сказали что если пойти сюда посмотрим что здесь увидим Прям художественная эта деревушка. Ребята, крыки вовремя все это дело сняло. Хорошо, когда вовремя, да? Согласитесь? Вы можете с первого взгляда оценить Вальдемоссу и сказать, да, это действительно удивительное и красивое горное селение. Но не только удивительной природой, изумительной архитектурой славится этот городок. За время своего существования здесь произошло несколько важных событий. Одно из них я вам рассказала, это связано с Шопеном, а другое, слушайте. 1 мая 1533 года в городке Вальдемосса родилась девочка. И никем это рядовое событие не было отмечено. Потому что никто не знал тогда, что небеса послали острову единственную любимую святую. Так уж случилось, что она осиротела и расти ей пришлось в доме дяди. Ее детство и детством сложно назвать. Настолько трудным оно было. Наверное, не зря, когда ей исполнилось 12 лет, она захотела уйти в монастырь. Но монахини не могли взять к себе такую маленькую девочку. И тогда Каталина села на камень и сказала, что не сойдет с места, пока ее не примут в монастырь. Но из этого ничего не получилось. Только спустя 7 лет, когда Каталине исполнилось 19 лет, ее наконец-то приняли в монастырь Августинок Санта Магдалены в Пальме. И самое странное было то, что вскоре, несмотря на отсутствие у нее грамоты и ее скромный статус сестры-мирянки, самые известные личности того времени советовались с ней как с божественным оракулом. А все потому, что девушке приходили частые духовные видения. Она входила в транс, особенно в последние годы жизни, на несколько дней. Выходя из транса, святая говорила, что сражалась со злом. Но самое интересное, что пока Каталина находилась в трансе, на ее теле появлялись раны, и они очень быстро проходили. Каталина говорила, что эти раны лечат святые братья-врачеватели Космо и Дамиан. 3-4 век. Святая Каталина предсказала время своей смерти. А ее мощи вы найдете в часовне, которая стоит во дворе дома, где жила Каталина. Прогуливаясь по красочным улочкам, вы заметите, что буквально на каждом доме висят керамические плитки. И каждая такая расписная плитка посвящена Каталине Томасу. Сколько тут цветочков в этой деревне. Какой воздух, такая атмосфера классная. О, я с этими ребятами ехала в автобусе. Какая маленькая петония. Красивая. Смотрите, как все ухожено. Добрый, дедушка. Ола, ола, ола. Дедушка сказал, говорит, что ты идешь, говорит, опять в центр. Пошли, я тебе хорошее место покажу. Я говорю, ну пойдем. Такая она прям, эта деревня Галас радует. Ну, от моря 6 километров отня. Смотрите, ну как он. Пройти мимо. Такие маленькие окошки. Смотрите, какой красивый дедуля привел. Хороший дедулька. Так, ребята, я пришла в тупик. Это деревня. А дедушка за мной ходит. Поют песни. Фото, видео. Еще выше поднялась. Дедулька внизу остался. Сказал, поднимайся вверх. Иди по этой улице. Ой, красиво, как ремняк там. Тут уже такие более современные построки. Чтобы повыше поднялась. Дедуля меня догнала. Дедуля тут. Он меня преследует. Я еще сколько горшочных цветов ни в одной деревне не видела. Вообще. Возможно, как как на кома в Менадже в таких штуках стирали раньше. Не знаю. Пишите в комментариях, кто знает. А вот, смотрите. На лаванде. А, я думала, это колокольчик. Такие пробки. Видите, Майорка. 32,90 евро. Мешочки для лаванды, наверное, Майорка. Ничего себе мешочек. 5,20 евро. А вот и лаванда. Смотрите, они есть в продаже. Как керамика, что ли. Дед на 20 евро, в общем. Разные. Тут разные подделки продаются. Такие вот необычные. Показывают, как их изготавливают. Видите, такие вот блюда разные. Робка. В общем. Свои какие-то заморочки. Так. Ну, я уже находилась, если честно, здесь, конечно. Кайфанула. Если вы на Майорке, ребят, посетите обязательно. Уделите. Ну, часа три, я думаю, ему хватит этому городу. Поселочку. Деревушки часа три-четыре. Какая-то технология, не знаю. Не могу сказать. Но это просто на кафе. Девятнадцать. Девятнадцать пять. Двадцать евро. Такие вот маленькие магнитуры. Пять шестьдесят. Такого плана. В общем, магазин сувениров. Тут чего только нет. Смотрите, прищепки. Прищепки 9,60. Такой штопор в виде рыбы. Сойдет натуральное дерево. Смотрите, какие магниты Вальдемоса. Всех цветах. И велосипеды. Еще Шопен есть. Магнитик такой, два двадцати евро. Я такой вот. А тут, видите, магазин такой. Можно продегустировать вино. Стопочки. Видимо, старцы. Ну вот она, ребят. Энсаймада. Я взяла с кремом. Чем она так знаменита? И почему ее все берут за такую цену? Она как пицца размером от 15 евро идет. Но это все-таки хлебобулочное изделие. Даже не торт. Ну, в общем, попробую сейчас скажу. Капучинка. И с таким видом. На площади просто тупо села. Вот так вот. Тут старинный колодец. Здесь уже музей Шопен закрытый. Вот. Хорошо, что все-таки небольшую взяла. Я пью за раз все съела. Необычный вкус такой для выпечки. Попробуйте. Вкусно. Ну, все, ребята. Отправляемся обратно в Сольер. Я довольна, что я сюда приехала. В эту деревню. В Аль-де-Моса. Но я вам рекомендую ее посетить, потому что тут своя атмосфера. Если сравнивать, допустим, город Пальму и эту деревню, это вообще совсем разная атмосфера. Каждый городок, он по-своему классный. Ну, в Аль-де-Моса, конечно, я рекомендую сюда приехать, прогуляться, посмотреть, как местные жители украшают свои дома. Вообще такая атмосфера просто супер. Ой, очки. Скушать мороженое, выпить капучинка и попробовать местную знаменитую выпечку. Я вначале, когда приехала, подумала, это маленькие мандаринки, а это хурма. Конечно, надо таким быть профессионалом по таким дорогам, как водительный счет, оберемся. Посмотреть. С консанты, кусты, чек. Бритык, прям слышали? Крэш. Весь автобус такой. Походу, всех укачало. Конечно, видео не передаст этого трошняка. Боже, боже Господи